дорогие друзья всем привет сегодня 1 апреля что касается спире серой и и обрезки вот сейчас я около нее нахожусь это у меня уже взрослый кустарник высота у него порядка полутора метров это спире весенне цветущая то есть она закладывает цветочные почки на побегах прошлого года поэтому никакой короткой обрезки обрезки этих побегов цветочными почками весной я не делаю единственное что могу сделать это удалить например те веточки которые сильно близко расположены к поверхности земли либо допустим удалить то есть я их как правило просто обрезаю на какой-нибудь сильный побег вот например возьмем вот эту вот ветку вот она идет вот здесь видно со светлой корой это более свежий побег то есть более молодой скажем так а дальше вот здесь вот была обрезка сначала вот на этот побег скорее всего в прошлом году весной я обрезала то есть срезала верхушку которая уже считается более старой то есть она уже цвела не один год она мельчает как правило вот и я просто обрезаю на самый сильный побег то есть сейчас сильный уже идет вот этот вот следующий поэтому я могу смело укоротить вот эту ветку до сильного побега то есть убрать вот эту часть и вот это идет уже более слабая и она находится близко к поверхности земли также посмотрю по кроне что там идет какое-то если загущение тоже уберу старые побеги то есть вот в этом заключается весенняя обрезка с перей серой можно сказать санитарная обрезка укорачивающая обрезка будет уже летом после цветения то есть каждый побег который выдаст процветет вот они вот такие вот длинные побеги и практически по всей длине заложены цветочные почки то есть такой побег после цветения я буду укорачивать на одну третью часть вот этого побега тем самым я простимулирую пробуждение именно ростовых почек которые за сезон заложен цветочные почки и уже будут свести следующем году давайте наглядно сразу покажу по обрезке вот уже просто здесь увидела то что мне не очень нравится вот смотрите вот побег видно да вот даже их можно в принципе по коре определить какой более свеженький побежек вот он потемнее какой более старый победа у него в принципе на концах вот так же вот ветки с цветочными почками вот но все таки чтобы не было сильного загущения я буду такие побеги удалять удалять до сильного побега то есть вот он идет старый этот уже тоже считается старый он здесь вот мешается вот этому побегу более молодому со светлой корой вот смотрите то есть обрезать его буду вот я вижу дальше пошли два сильных побега раз два и до этих сильных побегов можно смело обрезать и так постепенно вот по этим старым веточкам да можно спускаться вниз и потом в конце когда уже совсем она состарится конечно ее можно будет уже удалить до до самого основания то есть вот такую вот веточку я удалила то есть здесь уже вот пошли более старые вот эти вот побеги ну и соответственно цветение уже на таких будет более слабое так вот здесь вот даже на такой ветке смотрите вот он пошел вот в центре пошел был обрезан в прошлом году вот они все на верхушке такие побежки небольшие они уже измельчали они как бы ему же они здесь где-то в центре находятся они и будут перегораживать более сильные ветки им не хватит просто даже солнца поэтому вот такой побег я могу в принципе знаете как обрезать я могу обрезать вот даже на этот побег просто вот эту верхушечку сниму все здесь вот останется вот с такими сильными побегами так и вот то что мы рассматривали вот эту вот часть тоже более слабый побег дальше пошел фото более сильный до него вот так вот прямо я как бы вот получается под углом срезаю чтобы практически как бы перри перевожу вот эту ветку вот на эту на следующую так кстати по такому принципу многие кустарники обрезаются все таким образом я немножко разрежу этот куст вот чтобы никак это не мешало цветению то есть скажем так он у меня за счет того что достаточно взрослый я его просто немножко уже обновляю каждый год ну и за счет того что получается он еще выпускает побеги из от корней вырастают новые годовалые побеги таким образом он обновляется то есть мы постепенно удаляем все старое сначала мы срезаем на более сильный побег спускаясь постепенно в основании потом полностью этот побег уже удаляем получается вот такое вот замещение друзья вот что у меня получилось конечно не так особо видно разницу но кустик прямо сразу помолодел то есть удалила как я уже и говорила все такие более старые побеги они со временем мельчают вот подмерзают поэтому оставила более сильные они тоже уже все с цветочными естественно почками вот немножко его разрядила крона получается оставила однолетние более сильные побеги а совсем которая поросль тонюсенькие все тоже вырезала ну все теперь ждем красивого цветения конечно же будет еще дополнительно вноситься в грунт удобрения но и об этом отдельное видео друзья если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал задавайте вопросы всем хорошего выходного дня всем пока пока друзья что касается спиреи вангута принцип обрезки тот же самый что успели серой то есть удалила все вырезала все совсем совсем старые побеги до сильного побега то есть вот здесь вот было например обрезка да вот этот вот побег у него в любом случае его длину я уже не трогаю то есть вот по его длине уже заложены цветочные почки также вот здесь да вот здесь была обрезка до сильного побега вот он сильно побег он уже идет вот с прошлогодними получается побегами на которых заложены цветочные почки также убрала всю поросль все слабые побежки ничего сложного то есть всю дыну побегов оставляю ничего не укорачиваю вот все побеги полную длину это самое важное чтобы увидеть очень красивое цветение вангута у меня вот здесь вот сидит тоже уже как бы достаточно долго вот так вот я ее тут омолаживаю каждый год сделаю обрезку каждый год не длинюсь у нее очень красивая крона когда она цветет этот кустарник вот получается у него высота где-то около двух метров хорошо и здесь комфортно поэтому она себя показывает все красе но все дорогие друзья на это все всем пока а